Итог сотен часов, проведенных в спортивном зале, показатель силы духа и самоотдачи. Соревнования для последователей Киокушина являются важной частью спортивной жизни. Подходить к ним следует со всей ответственностью. Помимо готовности, физической и моральной, перед выходом на поединок каратист должен вспомнить основные положения этикета доджи и ознакомиться с регламентом турнира. Решение о принятии участия в каких-либо соревнованиях всегда принимается, конечно, спортсменом и обязательно его тренером. Спортсмен для участия в соревнованиях должен пройти медицинское свидетельствование не позднее, чем за 10 дней до старта и получить положительный результат. Если соревнования более высокого ранга – это чемпионаты России и международные старты, то, как правило, вся подготовка спортсмена идет под наблюдением спортивного врача. Знаете, неукоснительно соблюдать спортсмен обязаны правила соревнований. По первому требованию судьи он должен предоставить для проверки защитное снаряжение. Допускается только та экипировка, которая разрешена регламентом турнира. А отсутствие необходимых элементов может привести к техническому поражению. Бинты, тейпы, бандажи и прочие медицинские приспособления используются по согласованию с главным врачом и судьей. Спортсмен должен выходить на татами полностью готовым к поединку в опрятном виде и соблюдая этикет. Первого, кого называют и приглашают на татами, выходит со стороны шира – это белый. Второго оппонента, которого приглашают, выходит со стороны красной – это Ако. При выходе на татами спортсмен два раза говорит «Ос» и делает два поклона – главному судье и судьям на татами. А вот лишние разговоры с соперником, тренером или товарищами по команде на татами недопустимы. Спортсмен может отвечать только на вопросы рефери или врача. А в случае невозможности продолжать поединок, подать условный знак поднятием руки вверх. Если же возникнет необходимость обратиться к судейской коллегии, сделать это нужно через представителя команды. Недопустимо неспортивное и неуважительное поведение и использование запрещенной техники. В Киокушине это удары руками в голову, шею, спину, пах, добивание лежащего соперника, а также захваты и удушение. Если идет неумышленное нарушение, которое не привело к каким-либо серьезным последствиям, то дается Кайкоку замечание. Если спортсмен дальше нарушает, то дается уже оценка Чуй. Если спортсмен также ведет опять поединок с грязным, с нарушением, то дается оценка Гантен. Гантен – это по сути уже по победе твоему сопернику. Соблюдение правил соревнований – основа безопасности спортсменов на турнире. Они помогают значительно снизить риск травм. Оследование этикету Киокушина делает поединки интересными и зрелищными.